История сестер принявших ислам Мои родители считают себя мусульманами, хотя они ничего не делают из ислама Мой отец казах, ярый коммунист, вырос он среди русских, потеряв родителей еще в детстве Соответственно, у него не было понятия, что такое ислам Только потом, со временем, он начал как-то понимать, что намаз это фарз, но считал, что нужно читать это старикам Он был строг в воспитании нас, все члены семьи спрашивали его разрешения во всем У нас никто не читает намаз Когда брат начал читать намаз, папа сильно его ударил, что потом у меня эта картина сохранилась Когда мне нужно было поступать в университет, я выбрала другой город и переехала туда И первый год, вдали от родителей, жила в квартире и сидела, писала уроки до ночи И как-то мне показалось, будто на меня кто-то дышит и резко прошел И я, конечно же, испугалась Потом, рассказав родителям, мы пошли типа к лечащей бабушке Она была по нации чеченкой Она типа посредством свинца сняла испуг и посоветовала каждый день читать «Крепость мусульманина» Я читала перед сном и некоторые из них, выучив, постоянно выполняла Брала вулу и обтиралась Потом это все забылось, но в университете была девушка Ингушка Она мне как-то объясняла некоторые аркемы ислама Потом, на третьем курсе, мне очень хотелось читать намаз Я рассказал о своей сестре, на тот момент умер ее девять Суицид И я, сказав, что неизвестно, когда уйдем из жизни Она рассказала родителям Как тут же они мне позвонили и сказали, что если ты не прекратишь свою ерунду То мы заберем тебя и будешь пасти свиней и отречемся от тебя Я очень напугалась и вставала на тагаджут намазы Сказав себе, что закончу, сразу начну читать намаз И вот я заканчиваю университет и приближается Рамадан Я встал на намаз в фаджр и постилась До этого, конечно, я тоже постилась, но без намаза Кстати, мне девушка Ингушка тогда и сказала, что пост без намаза не принимается И тогда меня это как-то подтолкнуло Кстати, одевалась до намаза потихоньку, как войнашки Но меня бесил один факт, что они думали, что я под них кашу Так что, дорогие мои, не думайте так, коль не знаете истины Короче, никто не знал, что я, читая намаз, скрывала от всех, как могла И вот летом в деревню на свадьбу к двоюродной сестре Надо идти, и в тот момент я рассказала маме И мама взяла с меня обещание, что я не одену хиджаб Я, конечно, кивнула, но в душе сказала, что нет Потом на следующий год узнает отец Чисто случайно увидит меня в намазе Сказав матери, если она не прекратит То пускай не является домой Мама ее как-то отговорила, и вроде бы все спокойно И следующим рабоданом я одела хиджаб И как-то родители приехали ко мне в гости домой Я также и стала жить в другом городе И так получилось, что хиджаб мой был полностью черный Сейчас я вспоминаю смешно, как меня мама с моей же квартиры выгоняла меня из дома, чтобы отец не увидел Мама вечером позвонив, говорит Чтобы я сняла, иначе отцу скажет Отец узнал, и был, конечно, скандал Они со мной не общались около 6-7 месяцев Никто из родителей мне не звонил И то, когда папа вышел, он звонил, чтобы я сняла хиджаб и все Но потом они как-то начали смягчаться Поняв, что это бесполезно И когда как-то с мамой и сестрой поехали на юг страны поездом И тогда мама мне сказала, сними хиджаб Конечно же, я отрицала Я даже брошу под поезд и буду кричать «Сними ты!» «Ты снимешь?» Заявила мама И я сказав, что нет Хотя в душе было больно говорить и обижать ее И на ее лице тоже была обида и горость Которая тоже отклалась в памяти И таким образом прошел весь путь мой к намазу и хиджабу И потом после меня покрылась и начала читать намаз наша снаха Но к ней нормально отреагировали мои родители Так что, мои дорогие сестры, не бойтесь никого и ничего, кроме как Аллаха Великого Трона Он оберегает и он же раскрывает грудь вам И он же дает пропитание Я особенно в этом убедилась, когда покрылась Тогда как помощи от родителей не было Я самостоятельно платила за аренду квартиры Одевалась и питалась Алхамду лиллях, Аллаху Акбар Нет ни покровителя и ни помощника, кроме Аллаха